Спонсором данного видео является сообщество по накрутке ресурсов в мире юрского периода. Здесь вы сможете приобрести все виды ресурсов по ценам ниже низких. Помимо стандартных ресурсов вы сможете повысить свой уровень в игре, а также приобрести кубки в сражениях за эксклюзивное животное. Ссылка на данное сообщество и на сообщество канала будет находиться в описании к видео. Всем приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, знаете ли. Парни, забудьте, дело сделано. Трудням не надо знать, о чем думает королева Улия. О ком ты говоришь? Кто разрешил доставку этого груза? Привет, Зара, я опаздываю. Запарковал мотоцикл на месте руководителя. Это ведь не проблема? Вообще, это место для парковки мисс Деринг, мне кажется. Так даже лучше. Я ненадолго. Доктор Ву меня уже ждет. Я уеду раньше, чем твой босс меня заметит. Ладно, но с тебя доложок. Эпизод 7. Побочные эффекты. Привет всем, мои дорогие друзья. С вами Дарт. И сегодня мы опять продолжаем снимать игру Jurassic World The Game. Значит, хочу извиниться, почему так видео долго выходит. Просто у меня тут начало сессии скоро. И на каждой неделе по 5-7 зачетных работ. Плюс еще курсовую защищать. В общем, ребята, я вообще не успеваю. Даже если видео на компьютере вроде есть, уже их только загружай. Я либо забываю, либо нету времени даже загрузить. Так что уж прошу понять и простить. Думаю, меня поймут. Так, ну давайте сразу. Так, здесь ничего новенького. Так, ну предлагаем начать с новых динозавров. Это стегозавр. Немножко что-то звук отстает у нас. Но, думаю, не страшно. Значит, вот так у нас будет выглядеть стегозавр в игре Jurassic World The Game. По-моему, очень детализировано. Но немножко таки неправильно все-таки он сделан. Но ясен перед, что он делался по фильму. Но даже в фильме стегозавр был реконструирован правильно. Здесь Лидия, видимо, решили добавить все-таки какую-то свою фишку. Ну, сейчас я вам, собственно говоря... Ух ты, нифига себе. Сейчас вам, собственно говоря, расскажу, что в нем не так. Что вот в этом динозавре не так. Ну, значит, стегозавр у нас среднеюрский, или даже позднеюрский... Нет, все-таки среднеюрский стегозаврит. Вот, у него было до 24 пластин вроде на спине. Эти пластины как бы были более узкими у основания. Здесь они вообще просто... Как будто она из тела растет. Там вот немного более узкими. Они сужались к основанию немного. Вот. Ну, значит, голова была всего около 40 сантиметров. Мозг размером с грецкий орех. И второго мозга у стегозавра не было. Там находился... В области таза находился пучок нервов, который просто импульс из мозга переходил в пучок нервов. И тот уже управлял, как сказать, движениями хвоста. Никакого второго мозга там не было. Так что не нужно мне тут. Вот. Значит, из-за того, что были слабые челюсти, приходилось питаться нежной растительностью. Возможно, это и послужило, как сказать, первым поводом к вымиранию данных животных. Значит, пластину могли достигать чуть ли не полутора метров, даже до двух метров в высоту. Ну, в длину, грубо говоря. Значит, стегозавр. Что неправильно? Во-первых, хвост должен будет находиться не... Не у земли болтаться, а находиться над землей. То есть, вот на уровне таза хвост просто должен тянуться вот в левую сторону на уровне таза. Все. Голова также была более выше посажена, и передние конечности и задние были более длинными. В общем, от земли до высоты самой верхней пластины у стегозавра где-то было 4-4,5 метра. В длину стегозавр достигал где-то метров 9. Самый крупный стегозавр был найден в Аризоне. Он достигал в длину 9 метров 79 сантиметров. Это самый крупный скелет, который известен. Шипы на конце хвоста от 70 до 100 сантиметров. То есть, это довольно-таки грозное оружие. Вот. Весил при этом 5-7 тонн. Вот. Ну, собственно говоря, самую основную информацию я вам по нему сказал. Мог за себя постоять, как многие уже знают. Даже против фалозавров мог выстоять. Но вот реконструкция немного неверная. Все-таки, к сожалению. Все не так есть. Ну что ж, давайте покормим. Как вы видели, он тут папоротником питался. То есть, немного все-таки жевал. То есть, было видно, что он жует. Этого не хватает у хищников. Они просто челюсть опускают и смыкают ее. Челюсть в какой-то коробке, в которой пусто. Понятно, что будет очень затруднительно им реконструировать, чтобы там хотя бы свинью засунуть в этот ящик. Но лично я бы, мне кажется, все-таки постарался что-то бы туда запихнуть. Так, и перед тем, как мы перейдем дальше к новым животным, я бы хотел вам показать горгозавра. Опять же, за вашей спиной пришлось прокачать его до 40 уровня. Я за это дико извиняюсь. Просто я бы не смог выиграть стиксозавра и в последующем его создавать. Так, статистику вы смотрите. Значит, горгозавры на последнем уровне эволюции, как ни странно, мне нравятся. То есть, у него тут шипы торчат. И у конца голени примерно. Тут мышцы такие офигенные прям. Чем мне нравится? Во-первых, то, что у него пропали рога с головы. А во-вторых, то, что... Ну, вот как-то вот спина вот с этими шипами, пусть она и стала неправильной. То есть, по сути, вот у него всего этого не было. Ну, она хоть как-то красочно смотрится всё-таки. Да, и радует, что убрали рога хотя бы. Ну, вот это не рог, это скорее просто пластина, вверх торчит и всё. Но это не рог. Вот как здесь, допустим. Не знаю, мне он лично как-то нравится больше. И теперь он у меня в битвах просто тащит вообще. Ну, пока не мере... На данный момент самое сильное животное в моём парке. Вот. Вот такой у нас горгозавр. Да, блин. Так, ну, давайте сразу... Ладно, пока уровень прокачивать не будем. Затем, как покажу новое животное, давайте посмотрим, кого можно прокачать. Можно Гоин Луна прокачать. Затем, как покажу новое животное, А, блин, почти. Козявка, козявка. Отлично. Вот наш Гоин Луна на 21 уровне эволюции. Теперь он ещё более пестрит красками. Но, скажем так, они не сильно его уродуют. Конечно, слишком яркий, по-моему. Но более-менее терпимый окрас, я бы сказал. Но всё-таки такой красивый более-менее. Посмотрим, что с ним будет на последнем уровне эволюции. Там, надеюсь, ничего такого сверхъестественного. Отлично. И ещё Моин Газаур. Отлично. А, блин, гады. Паразиты. Отлично. Отлично. Ох, теперь он вообще тоже весь такой у нас полосатый, разболосованный весь такой. Офигеть. По сути, тоже не уродует сильно. Ему идёт. Конечно, самый первый окрас, он более натуральный. Вот эти все полоски вряд ли у него присутствуют. Но хотя для маскировки, возможно, они и были. Но, скажем так, не уродует. Вот, смотрите, здесь вот у него, как у курицы, такие вот чешуйки более крупные имеются. Всё-таки красивое животное. Ну, давайте до 30 уровня прокачаем. Вот такой у нас Моин Газаур на 30 уровне эволюции. По сути, это их не делает самыми сильными животными. Скажем так, в моём парке, но всё же, хотя бы что-то. Так. Здесь просто покормим. Так, вот у нас опять же новое строение. Даже два. Даже три что-то я совсем уже... Не забуду, не забуду. Ну, значит, смотри... Так, я забыл, как приближать. Давай, работай. О, шикардос. Значит, вот у нас колесо обозрения. По сути, вот здесь вот вход. Здесь вот люди потом по трапу поднимаются и садятся вот в эти кабинки. Да, по-моему, круто смотрится. Так, а здесь... Здесь у нас ещё... А, эти паровозики гоняют. Ну, тоже где-то тут вход, где-то я не понимаю. Не видно, наверное, из-за кустов. Ну-ка, давайте переместим. Вот здесь экстинкшн вымирание называется. Где-то здесь вот вход. Люди здесь садятся на паровозик. Их давай гонять. Вот анимация прикольная. Гораздо лучше, чем в билдере, по-моему. Пождите, а он вот здесь вот ездит наверху или только по нижней части? Ну-ка, ну-ка. О, да, едет, офигеть. Круто. Так, вот у нас ещё есть хищное растение. Тут это мухол... Нет, венерино-мухоловка вроде называется. Ну, а просто анимация вверх, она поднимается и хлопает. Ничего особенного. Да и бонус небольшой. Всего 3%. Так, вот ещё одно у нас здание. Здесь вот раскопки проводят. Вместо раскопок открытия, да. То есть здесь у нас скелеты, я так вижу, удлинённые челюсти, длинные передние конечности, когти на задних оборотах. Ещё хотите сказать, что это велоцераптор такой огромный? Да уж. Ютораптор уж какой-нибудь. Тут анимации никакой нет, просто строение. Обратно можно, пожалуйста? Походу нельзя, да? Так, ну ладно. Прокачаемся. Когда мне эти схватки проходить, я не знаю. Времени не просто. Каждый раз ещё дают новых животных. Их уже тоже... Мне уже их местить некуда. Так, ну вот рядышком двух новых животных я ставлю. Значит, первый это Алоза. Если вообще данную рептилию можно вообще назвать Алоза. По-моему, это вообще чушь какая-то. Сейчас в день появится картинка, и вы посмотрите. Ну, во-первых, в группе по данной игре ВКонтакте я выкладываю описание это в животные. Все могли заметить, даже не посвящённые в палеонтологии, там, с динозаврами, они могли заметить, что это совершенно не Алозавр. Во-первых, передняя конечность тупо скопированная от других динозавров, других моделей. Они должны быть гораздо длиннее, и на них должны быть три пальца. Три, никак не два. Это во-первых. Во-вторых, задняя конечность уж очень толстая. Они должны быть как минимум в два раза, во-первых, короче, во-вторых, меньше толщиной. Хвост, хвост слишком короткий. Алозавр был длинный хвост. Сам динозавр получился уж больно увесистым. Алозавр был вообще тощий. И голова тоже широкая и короткая. Должно быть наоборот. Узкая и длинная. Костяные выросты выполнены совершенно неправильно. По форме черепа понятно, что не просто небольшие дуги над глазами, но никак не вот это вот. Я не знаю, это больше напоминает какого-то гибрида Алозавра и Годзиллы, потому что голова вот мне Годзиллу напоминает, допустим. Да и форма зубов более-менее неправильная. Ну, в этой игре так вот у нас Алозавр выглядит. Что уж, понимаете? Значит, Алозавру в росте достигал метров 4 метра. На длину самый крупный образец метров 9. Считается, что какие-то, ну, по фрагментам костей, которые нашли, считается, что Алозавры могли до 12 метров вырастать. Но это пока научно не доказано. Весил он при этом около двух тонн. Обитал в Южной Европе, Северной Америке и в Северной Африке, вроде бы, или в Южной Африке были найдены его окаменелости. Ну, тогда это просто был единый материк. Вот. Охотился. Ну, это был охотник на крупную добычу. И еще считается, что иногда они могли объединяться в группы для того, чтобы уменьшить более крупную добычу. Ну, жил тоже где-то, как и стегозавр, в Средний Юре. В Средний Юре, как правильно будет говориться. Вот. Ну что ж, давайте покормим нашего... Красавца, блин, если его так можно назвать. Красавца, блин. Ну и проэволюционируем, конечно же. Слава богу, с первого раза. Теперь у нас будет зелененький. Отличный крас. Мне нравится, по крайней мере, больше, чем предыдущий. Вот так у нас будет выглядеть алазавр на двадцатом уровне эволюции. По сути, снизу осталась та же самая краска. Сверху добавили пятен серых. А цвет сверху, значит, у нас спина, ну, верхняя часть тела светло-зеленая. Даже питонок какого-то напоминает. Более нижняя, темно-зеленая. Голова вообще болотного такого окраса. По сути, не изуродовали его. И вот так даже более... Ну, по мне так лучше там даже смотрится. Вот. Отлично. Теперь можно переходить к следующему. Это, пожалуй, будет... Офиакодон, я так думаю. Так, ну, значит, вот наш Офиакодон. Это... Рептилия из группы Офиакодон. Офиакодонтит, вот. Значит, жил в ранней Перми, позднем Карбоне. Вот. Считается, что был полуводным хищником. Вот. Вблизи воды охотился как бы. Лапы были короткими, тело массивным. Челюсти крупными, со множеством мостых зубов. Кулаки слабо выделялись на фоне остальных зубов. Вот. Был обнаружен в Северной Америке и, возможно, Англии. Самые крупные виды достигают от 2,5 до 3,6 метра в длину. То есть, довольно-таки крупные. То есть, это довольно крупный пеликозавр. То есть, он, как и диметродон, относился к одной группе животных. Так, ну, давайте посмотрим, как это у нас... Такой весь чешуйчатый... ...будет питаться. Звучание у него уникальное, по-моему. Вы уж извините, что я у Алазавра не показал агрессивную фигню эту. Ну, просто она одинаковая. У всех животных. У всех хищников она одинаковая. Так, ну, здесь новенькое сразу видно. Видите, отстоящий пятый палец. Сразу видно, что признаки млекопитающих есть. Чем-то Камодского врана напоминает. Ага, вот здесь он отгибает ее. Офигеть. Прикольно. Вот такой вот у нас афиакодон на десятом уровне эволюции. Так, ну и последнее новое животное, ну, из этих... Ой, сухопутное. А, нет, еще одно осталось. Так, ладно. А, я же его показывал в прошлый раз. Да, точно. Еще вот одно осталось. Это Кулазух. Значит, Кулазух это позднемеловая амфибия. Относился к лабирит... К лабиритодонтам. И сразу, что неправильно в реконструкции Кулазуха в данной игре, он относился к лабиритодонтам. А у них шейных позвонков было примерно три. То есть, как у лягушки. Поэтому вертеть головой из стороны в сторону они тупо не могли. Учитывая, что еще такая здоровая башка была. Считается, что голова у нее была более-менее уплощенная. Но здесь, ну, более-менее ее воссоздали уплощенной. Вот. Ну, по сути, реконструкция более-менее правильная. Насчет зубов я не уверен, что они именно такой формы были. Но, да ладно. Значит, в позднем меловом периоде был обнаружен в Австралии. И в Австралии, да. Австралия тогда находилась ближе к Южному полюсу. И там случались, ну, как, не меловые, не ледниковые периоды. Это просто периоды замерзания, как зима, допустим. И они зимовали там в каком-нибудь водоеме, просто впадая в Анабеос, в спячку, грубо говоря. Вот. Длину он достигал метров 5-6 примерно. Самая крупная амфибия, считается, в меловом периоде, которая жила. Вот. Ну, и весил при этом килограмм, ну, 500 точно. То есть, довольно-таки здоровая амфи... Лягуха, грубо говоря, которая могла вас слопать. Вот. Ну, что ж, давайте покормим его. Ну, здесь анимация стандартная, как и у многих других амфибий, ничего такого. Вот видите, рыба и то убывает. То есть, показано, что она ее съедает хотя бы. Мне это нравится. Ну, а сверху можете увидеть такие полосы черные. Между ними розовые такие пятна, грубо говоря. Я это раньше не примечал, думал, он просто серый. Вот здесь вот какие-то вены, либо... Морщины какие-то, либо царапины. Ну, более-менее детализированные животные. Что-то нюхает еще. Что-то нюхаешь. Нифига, если он подвижный. Да, уж в этой игре он точно подвижный. Так, ну, значит, очень много животных, они мне заколебали. Да, вот так же мне взломали на кентрозавра похеринозавра, так что не беспокойтесь, вы их увидите. В следующей серии я хочу показать, ну, всех обычных животных, потому что от них нужно избавляться. Вот, а потом на ваш выбор, грубо говоря, вот еще 4 у нас есть этих редких. И один даже суперредкий. Вот. Также, да, новые строения я вам буду по мере... В следующей серии я показываю, потому что сейчас вообще некуда просто их местить. Сейчас вот просто вот некуда, серьезно. Здесь вот я все животными заставлю, пока что некогда. Не, негде, точнее. Так, не хватает. Вот. Вот. Когда появится место, обязательно вам все покажу, вы не беспокойтесь. Еще бы, если получалось бы видео чаще показывать. Так, ну, давайте посмотрим теперь на морских наших представителей. Это докозавр у нас. Так, ну, докозавр это ранний... Ранний меловой, позднеюрский морской крокодил. Это единственный полностью морской вид архозавров. Вот, значит, конечности были преобразованы в ласты. И здесь показано неправильно передние... А, класс. Так, извините, вылетел интернет. Значит, здесь неправильно показано. Передние конечности должны быть длиннее задних. А вот этого спинного гребня, точно никто не знает, был он или нет. Хвост, с хвостом соглашусь еще. А вот с гребнем точно вряд ли. По реконструкциям, судя по скелету, вот этого гребня наличие вообще ничто не подтверждает. Значит, длину самые крупные виды достигали метров шести. И череп около одного метра. Зубы были, как у сухопутных динозавров, отдельно стоящие и крупные довольно-таки. Ну, он был охотником на крупную добычу, а не как, допустим, метриоринг на рыбу какую-нибудь. Ну, а то и один из самых крупных морских крокодилов мезозойской эры. Вот именно морских, вот, имелось в виду не таких, как вот гребнистый крокодил, а именно вот вид архозавров, который приспособлен только для жизни в воде. Вот, и еще неизвестно, чем они, собственно говоря, питают... Нет, ну, считается, что, возможно, были падальщиками. Также никто не знает, они откладывали яйца или у них было живорождение. Ну, учитывая, что архозавры, ну, я считаю, что, скорее всего, яйцами яйца откладывали. Ну, весил он килограмм пятьсот, не меньше, при шеститометрах. Ну, вот, ну, давайте покормим. Эффектов тут никаких нет, хоть защёлкайся, так что давайте кормить. Опять же, тунец какой-то выплывает. Это класс, вот я хоть всю жизнь могу посмотреть. Так, ну, теперь предлагаю перейти к коронозавру. Это вот у нас уже, если тот был пещерный, то этот у нас рифовый. Значит, коронозавр это палеозавр ранне мелового периода. Ну, в раннем мелового появился, значит, у нас самый крупный палеозавр, ну, считается на данный момент, потому что Леоплевродон Ферекс достигал длину... Хотя не самый крупный, это считается вот этот Предатор Икс, но там тоже его доказать нужно, что вот он 15 метров именно был в длину. Ну, значит, коронозавр это, ну, допустим, уверенное второе место. Длину он достигал около 13 метров, длина черепа около 3 метров, но нижней челюсти, вот, сказано, что она была длиннее, чем верхняя, но здесь вот, ух ты, здесь вот так показано. Куда-то там поплыла, я тебя вообще потерял. Ну, а ты куда-то-то, козявка уплыла? Куда ты там плаваешь? Значит, весил тон 4-5, не меньше, было 3, ой, около 7 шейных, 20 спинных, 3 грудных и около 30 хвостовых позвонков, ну и 5 крестцовых там еще. Это не особо нужна информация, значит, но все-таки кому-то интересно. Значит, зубы были крупными, естественно, это хищник на, ну, как сказать, ловил крупную добычу, мелкой мог довольствоваться, но все же, мне кажется, был охотником на крупную добычу, был обнаружен в Клинсинде, Австралия. Собственно говоря, все, что можно сказать по этому животному, то, что он еще в 1879 году были найдены, первые фрагменты его скелета, так что, ну, давайте покормим. Опять же рыба, почему не акула? Какая-то слишком огромная рыба. Собственно говоря, это некий морской прототип Фиокодона в том плане, что мало здоровья и атака примерно равная здоровью. У Фиокодона примерно то же самое было. Даже вот могу вам показать, почти то же самое. Вот опять, смотрите, здоровье, ну, относительно небольшое и, как сказать, и атака большая. Так, ну, давайте хоть миссии посмотрим, что нас требует. Добро пожаловать в лабораторию, Оуэн, располагайтесь. Неплохо у вас тут, сделайте доложение, скажите, сколько у вас эмбрионов и лоцерапторов в холодильнике? Много, а что? Не говорите, что вы получили разрешение. Еще как получил, вот все бумаги от правительства, подписанные в двух экземплярах. Кому-то в Конгрессе точно нравлюсь. Прекрасно, когда начнем цикл дрессировок? Ту, что вы предлагали в прошлом году? Сегодня, но пока не рассказывайте о ней никому. Купить и разместить еще один электрогенератор. Электрогенератор. Так, еще бы найти его тут. Офигеть. Ну, вот здесь все строения я буду показывать в последующих сериях. О, бесплатно есть даже у меня. Так, ну я его пока сюда никуда не помещу, потом все равно продам. Не особо надо. Так. Барри говорит, кислород нужен, чтобы и люди, и динозавры в парке могли дышать. Я хочу посадить побольше деревьев. Хоскинс. Время для еще одной схватки. Думаю, тебе понравится сюрприз, который я тебе приготовил. Да, схватки сейчас буквально... Ну, вот это видео уже подходит к концу. А в следующем мы чисто битвами займемся. Возможно, я вам покажу трех обычных этих животных. Ну, таких невзрачных. Там, пеликанемим, бонитозаура. Вот таких вот покажу. Гацегаптерикса, вот. И мы начнемся, как сказать, выигрывать новых животных. И, возможно, и выполним миссию. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, хорошего настроения. С вами был Дартсидиус. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok